Заборина, заря или любисток. Называем, как желаем, в зависимости от использования и, если можно так сказать, о растении, поведении. Выше забора вырастает, зарю закрывает и больше ничем не удивляет. Или удивляет, любовь охраняет. Да, и издревле любисток высаживали рядом с домом, чтобы в семейной жизни было все мирно и ладно. А еще готовили с ним приворотные зелья. Какая прелесть. Но не надо забывать, лучшее приворотное зелье – это вкусная еда. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с любистком мы приготовим соус, который станет вкусообразующим для аппетитной пиццы. Конечно, готовя или заказывая пиццу, мы обращаем внимание и на лепешку, тонкая она или пышная, и на начинку. Кто-то любит морское изобилие, кто-то мясное ассорти, но именно от соуса зависит гармония. То есть равновесие, сочетание, почат, самых разных ингредиентов. Ведь именно в пицце мы используем, казалось бы, несочетаемые продукты. Кто что нашел в холодильнике? Тут может быть и соленые огурчики, копченые языки, твороги, сыр и зелень. А так и в голову не придет есть соленое с молочным. Но мы ушли от темы и так соус-пицца, как основа, баланс, комфорт и порядок всей композиции. Дабы не запутаться в обилии традиционных, авторских и так далее и тому подобное соусов, все, какие есть, объединим в три части. Зеленые, белые и красные. Буквально как итальянский флаг. Красные соусы готовятся на основе томатов свежих, консервированных или пастообразных, универсальных, хорошие с мясом и скопченостями и с дарами моря. Белые, неженки, менее популярны, готовятся на основе мягких сыров и жирных сливок. Роскошно себя чувствуют с морепродуктами, а также с грибами и овощами. Зеленые идеальны с птицей, рыбой, овощами, но могут быть и самодостаточными, к примеру, с орехами, если их, конечно, уже нет в самом соусе. Речь идет и о знаменитом итальянском соусе песто. Он тоже в пицце замечателен и о других, отличных от итальянской традиции, скажем, на основе соевого соуса. Но вернемся уже к соусу нашему и к нашей пицце. Не забывайте, что еще одно название любезтка – горный сельдерей. А я бы даже сказала – горький сельдерей. Нет предупреждения вкусового насчет того и другого. Используйте. Есть, есть, то есть использовать в том числе и в этой пицце можно абсолютно другую зелень. Пицца с зеленым соусом. Приготовить соус, соединив зелень любезтка, хрена и чеснока в блендере с добавлением соли, перца и растительного масла. Намазать соусом тетяную основу, распределить сверху сыр, маслины, курицу, помидорки, присыпать пармезаном, выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 минут. Соус, конечно, получается довольно активным, пряным, терпким. Главное с ним не переборщить, хранить в холодильнике и использовать, добавляя в супы овощные и мясные блюда по желанию и с удовольствием. Удовольствия, аппетита, настроение. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова